Дианой после новогодних праздников появилось сразу несколько конструкторов и новая кукла. А вот подаренную машинку пришлось сразу же выбросить. Случайным образом отломилось колесо от машинки и оказалось в носовом проходе у ребёнка. Естественно, плач, естественно, затруднённое дыхание. Врачи Тушинской больницы уже собрали коллекцию игрушечных деталей, которые вытащили из маленьких пациентов. Этот пластмассовый ботинок проглотил годовалый ребёнок, а этот кристалл – пятилетняя девочка. Вот ещё один случай. У нас ребёнок был 9 лет, проглотил 35 магнитных шариков от конструктора. Эти шарики между собой смагнитили стенки кишечника и появились множественные дырочки в кишечнике. И часто проблема не в том, что недосмотрели родители. Очень много дарят детям игрушек не по возрасту. И народное тело может оказаться в ушах, в носу. Здесь нужно быть настороженным и обращать внимание о том, с чем играет ребёнок. В этой лаборатории серьёзные дяди и тёти целыми днями играют в игрушки. Сегодня у нас свинка на испытания пришла. Специальная машина растягивает плюшевого испытуемого так, как это сделал бы ребёнок. Свинка тест на прочность не прошла. Ребёнок может засунуть туда палец и вытащить данный наполнитель. И потом его съесть. Здесь проверяют травмоопасность, воспламеняемость. В идеальной ситуации игрушка не должна загореться. И не развалится ли игрушка в руках ребёнка. Раз. Два. А уже на второй раз не выдержала. Игрушки для самых маленьких, которые чаще всего тянут в рот, отправляют на дополнительный химический анализ. Мы провели испытания. И в одной из игрушек мы обнаружили достаточно большое количество ртути и свинца. Если ребёнок проглотит её, либо как-то будет с ней очень долго контактировать, это вызовёт отравление этими тяжёлыми металлами и может привести к очень печальным последствиям. Лабораторный сертификат, подтверждающий безопасность, должен быть у каждой игрушки, которая попадает на прилавок. Сертификат есть? Нет. На этом рынке сертификатов в соответствии нет ни у одной игрушки, как и любой другой информации об их происхождении. Значка таможенного союза здесь нет. Информации на русском нет. Этот товар вообще продаваться не может. Коробки отдельно, конструкторы отдельно. Продавцы фасуют их, что называется, не отходя от кассы. Вот так это всё приходит в Россию. Из чего это? Где-то валялось вообще? Где-то сделано? Какими руками? В каких условиях? Непонятно. Игрушка может не только покалечить ребёнка, а ещё расстроить или напугать. Медведи-монстры, куклы с оторванными головами или в гробах. Не очень понятно, какие смыслы должен ребёнок отсюда считать, да, и как именно он должен с ней играть. Родителям стоит просто элементарно включать мозги и задумываться. А как ребёнок на эту игрушку отреагирует? Если родитель хотел себе, и пусть она будет страшная, ужасная, пусть купит её себе и не делится с ней ребёнком. В Минздраве готовят поправки в федеральный закон, по которому все игрушки должны будут проходить обязательно психологическую экспертизу.